Продолжение следует... 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 А у кого? Когда ты запустишь Калабуховская лифта? Следующий вопрос. По поводу забора. Работал о том, что жильцы смогут полноценно пользоваться в педагоге. Не, 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 не. Указывается, что можно пользоваться, можно пользоваться в педагоге. Для проезда по дороге? Возможности нет. Почему нет работы? В целях безопасности жильцы. Мы знаем о безопасности жильцы. Я спрашиваю, что я должен ее обеспечить. За счет того, что там кран. Ваши машины. И там временно, временно. Если там кран, то метр передвижения блоков, в принципе, не равен. Не равен очень большую роль. Поверьте мне. Извините, это вы планировали такое близкое расположение дома третьей очереди, во второй очереди. Почему вы не предусмотрели, что по безопасности это расстояние недостаточное? Вы нам обещали, что на 16 мая нам обещали, что забот будет перенесен за пределы территории оранжевого дома. Сегодня наблюдаем, что новый область, который поможет. На него выставлены опять электронные пуски. И на него опять начинает строиться забор на территории оранжевого дома. Зачем? В центре оранжевого дома еще полтора года, как минимум, не иметь возможности пользоваться. Да нет. В месяц через три мы уйдем там вверх и уберем этот забор и сделаем нашу дорогу. Уже два этажа выгнана, уже выше забора. Я еще раз вам повторю. Вы можете здесь рассказать мне все, что угодно. Мы обеспечиваем этот забор. Есть определенные нормы. Заборы. Зачем вы их соблюдите? Все соблюдите. Все соблюдите. Давайте мы вам в квартире переходим в одну комнату временно. Да не пользуйтесь одной комнатой. Ну хорошо. Я больше ничего вам не могу сказать. Вы можете здесь сарказмом упражняться долго. Я вам сказал то, что есть в своей души. Ну так что нам обернуло? А что это или что? Простите нас часто. Вот очень сильно. Простите, да? Да. Первоначально здесь уже люди должны были не то, что жить, а можно было уже успеть родить и ребенка привезти в квартиру. Да? То есть перенос сроков – это хорошо. Это мы уже как данные, мы уже с этим смирились. Но вот по поводу обещаний, мы не очень сильно верим. Всего этому. Не надо. Потому что поэтому и забору… Все обещания, которые давались, они в конечном итоге выполнены. Вот и все. Один забор. Да, да, все. Абсолютно. И как? У нас это видео записано. Было сказано о том, что забор будет вне территории зараженного. Он так и будет. Так и будет. Обязательно. Даже во второй момент, так и не все будет. Обязательно так и будет. Как бы… Так, теперь вопрос к человеку. Вот ему список. Ах! Будет? 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 Как машина? Как машина? Как машина? Там же есть, там нет? Нет, нет. Если я там уже была… Нет, все было. А мы уже как-то решили демонтировать ее. Вот. Горова, последние плиты, плиты. Машина там не проезжает. Сейчас, одну минутку. Одну минутку, пожалуйста. Я была там. Я езжу на объект. Потому что четверт не было передорожено. Ну, правильно. Оно не было передорожено. Сейчас эти плиты положили, эти плиты положили, в первую очередь. То есть, я ничто не помню. Потому что… То есть, вы нам не ходите на то, что месяца три еще на ремонт пригласили. Вы на ремонт можете заходить уже сейчас. Подать. Есть, заключили договор с ЖЭКом. Когда вы будете приезжать? Нет. Нет. Ну, подождите. Это важно. Мы заключили… Извините, коллеги, друзья, инвесторы. Если вы все заключили договора с ЖЭКом… Олег Ютальевич, вы можете завтра убрать эти плиты? Я думаю, что… Да их там нету уже. Я думаю, что их перейти. Ну, это вам что, невозможно подъехать к дому? Ну, вы же неправду говорили. Мы вчера вечером… Мы поехали сейчас. Садимся, поехали. Нет. Я говорю, поехали. Если туда нельзя, я их сейчас переуберу. Поехали сейчас. Поехали. Поехали. Ну, выходите, поехали. Поехали. А мне уже вокруг дома объехать. Да ну, подожди. Когда… Давайте так. Вы, когда строился ваш дом, кто-то с жителей терпел какие-то, ну, как бы, неудобства? Нет. Я понимаю. Почему каждый у нас вот так вот старается? Пока мое, пока нельзя. Как только не мое, а теперь сделай мне идеально. Вы поверьте отзывы. Потому что нам, согласно закону, есть план производства работы. Проект производства работы. Он прошел экспертизу. Согласно него сейчас выставлен этот забор. Но подробный не будет. Хорошо. А согласно, опять таки, утвержденного плана, дом должен был сдать в мае 16-го года. Мы говорим… Мы говорим… Мы говорим… Мы говорим… Это еще хуже было для вас. Потому что было бы еще больше неудобств. Правильно? Нет. Это все по человеку. Сейчас люди сделали ремонт, им не надо… Да сейчас еще наоборот бедро растрора за стройки потяните. Сейчас удобнее будет делать. Что вы так сделали? Можно? Ну а что нельзя? В нашей стране все что хочет. Я… Я… Давайте вот смотрите… Я уже слушал… Действительно… Все вопросы, которые вы задали… Все вопросы решены… Все вопросы решены… Вам… Хочете тратить свое время… Время на… Послушайте… Послушайте… Вы направили письмо… Вы направились… Вы в течение 5-6 дней получите официальный ответ со всеми… Копи выполнения технических условий… Все технические условия по вашему дому идеально выполнены… На данную секунду… То есть даже в отличии от каких-то трудных домов… Есть даже электричество по постоянной схеме… Это вообще небывалый случай в Киеве… Небывалый… И вы это прекрасно знаете… У нас есть микрорайоны по воду сидят на нашей временном электроэнерии… Не потому что мы такие нехорошие… Потому что несовершенство нашего государства… Который до сих пор не может разработать правильно… Приедание тепловых там… Вводных электрических мереж до домов… Но все равно мы строим… У вас все в идеале… Электричество в доме… Вода в доме… Если у кого-то нет воды в парке… Если мы сейчас пойдем откроем кран… Скажите… Но она есть… Ну что вы за ерунду говорите… Ну какая двухсотка между четырехсотки… Ну неужели я бы захотел дурак подписать какие-то документы… И сесть в тюрьму… За сколько… За разницу в двести… Да поверьте мне… Я уверен… Что моих двух зарплат… Хватит чтобы изменить этот диаметр трубы… Я бы не пошел на это никуда… Это тюрьма… Ну конечно все выполнено по проекту… Зачем оно выполнять не по проекту… А если вы говорите… Мы там пользуемся этой канализацией… Да… Ну скажем… Такая интересная штука… Эта канализация… Но не я эти технические условия выдавал… Мне водоканал выдал… И сказал… Подключиться сюда… Реконструировать… И передать на баланс водоканал… Что мы и сделали… Закупили там какие… Бельгинские… Или какие насосы… Там… Каждый насос стоит… Как хорошая иномарка… Да… Стоят они… Она будет работать… По другому никак… Единственное что остается… Сейчас передать ей водоканал… Ну конечно… Надо еще посторон… Сказать… Сейчас евро ремонтом сделать… Ну сделаем… Если они это скажут… Но пока не говорят… Я просто… Что касается лифтов… Сейчас вот совещание… Вот сейчас… Я думаю… В ближайшее время подпишет… Я проконтролирую… Купим… Бутылку лимонада… Занесу в эту працию… Как у нас все везде положено… Постараюсь за 10 дней запустить вам лифт… Но я не уверен… Что каждый из вас еще захочет… Не без половины… Наш… Никто еще не заключил договор с ЖЭКом… Вы что… А как вы можете пользоваться лифтами… Если не заключили с ЖЭКом договор… Я их не… Я их и не включу… То есть ЖЭК вам их и не включит… Если вы не включит… А на то… На то… Регистрируйте… Какие дело включить… Уже потом… Я… Если вы… Послушайте… Я прекрасно понимаю… Ваш хитрый взгляд… Ну не ваш… Ну вот ваш… Вы готовите все к ОСББ… Правильно делайте… Правильно делайте… Все… Готовьте… Только быстрее его открывайте… Забирайте… И говорите вот… Вот делайте это быстрее… А я всячески этому поспособствую… Я говорю… Будет… Вот не переживайте… Я говорю… Все технические условия вам передадутся… Только все в копе… А вот когда сделаете ОСББ… Все… Копеечка в копеечку… Ляжет… Как положено… Еще я только флаг… Еще вам плеточку… Перережу… И буду рад… Что вы создадите ОСББ… Тогда мы зайдем к вам с бутылкой лимонада… Отлично… 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 А если мы сделаем наше законодательство… Что мы забудем о ЖЭКах… Как таковых… А только будем использовать их… Как эксплуатирующие организации… И каждый момент… Когда мы будем сдавать дом… Будет то ОСББ… Это еще лучше для нас… Как для застройщиков… Это за полгода раньше… Будут такие вот… Прискиплили громадяны… Обращаться к нам… Будут нас тренировать… И на момент заселения… Будет все сделано идеально… Вот… Вот это… Не будет никаких ЖЭКов… Вот я не могу понять… Когда же это будет… Когда уже… На момент… Когда человек получает… Право собственности… А он до этого не может сделать… Совладельца… Наверное… Как-то надо… Вместе думать… Как-то решать… С этими законами нашими… А ЖЭК… Пускай не ЖЭК будет… А будет эксплуатирующая организация… Считайте нужны мы их… Наним на свою работу… Не считайте… Наним Иванова… Петрова… Сидорова… Так же и по лифтам… Так же… Берем Германию… У них есть… Одна компания… Которая поставляет электроэнергию… Вторая… Третья… У нас же нет… У нас же только Киев НР… Ну вот… Мы же живем где… В Украине… Я же это говорю… У нас если вода… То только Киев водоканал… И только по 3 рубля… А не по 2,50… Если электроэнерги… То только в Киев НР… Не по этой цене… А не по рублю с чем-то у кого-то… Какая-то альтернативная… А там не так… Так правильно… Вы говорите… Вы нам даете этот ЖЭК… Который нам… У меня выхода нет… У меня… Я их… Думаете… Что-то меня с ними связывает… ЖЭК с 1000… Тогда вопрос следующий… Если мы уже… Если мы уже… ЖЭК с 1000… Уведите свой ЖЭК с 1000… Мы хотим… Чтобы с нами заключили… Нам просто… Какой? Нет… Вы говорите… Мы… Мы, получается… Не можем вообще договора… Прямые… Почему? Почему… ЖЭКом вы не можете… Нет… Не ЖЭКом… Почему не можете… Заключает… Да есть… Потому что… Это надательство… Должно сначала… ЖЭК… Ну я понимаю… Так я задаю вопрос… Почему… Потому что у нас вот так вот… Все сделано… ЖЭК… Не по строительным тарифам… Не по строительным тарифам… Не по… Не по… Вы… Послушайте… Вы… Смотрите… Вы… Не стекулируйте… Я сказал… Электронерию вы не будете… По строительным тарифам… Вы не будете… Потому что у вас уже электронерия… Прямая… Вы имеете право заключить договор… Может я что-то не знаю… У нас стоят… Premier… У нас чет… Тарифный счетчик… Да… Секундно… Да, не будет, не будет… Никаких тарифный счет… По проекту… У вас обыкновенный… Потребительский счетчик… Если у нас потребительский… Ну, как положено… Если у нас потребительский счетчик… Да… Если у насして идеальные условия… Да… Да… У нас… да… к нашему договору. ЖЭКам? Не знаю. Я вообще их не знаю. ЖЭК всячески уходит от того. То есть во-первых, нам был дан договор. То есть название самого договора это вообще отдельная история о компенсации и прочее. То есть Кабмин просто в шоке. Я еще не закончу. Пожалуйста, я закончу мысль. А потом из этого... Вы уже задаете вопрос неверно. Да. Потому что нету тарифу утвержденного. Поэтому компенсация. Они обязаны так называть договор. Теперь продолжайте. Дальше. Страна 1, страна 2. То, от чего мы наконец-то ушли. Это еще Савва начиналась. С ней вообще невозможно было договориться. Мы договор обсудили? Непонус. Как это? Непонус. Непонус написали. Договор ЖЭКом. Договор ЖЭКом. Договор ЖЭКом. Договор ЖЭКом. Договор ЖЭКом. Договор ЖЭКом. Потому что мы покупаем по гривне 68 и вам продаем. Когда у вас будет договор с Киев Энерго. После чего у вас будет 90 копеек. На что? На что? Я уверен, вы говорите неправду. Вы уверен, что вы говорите неправду. Я уверен, что вы говорите неправду. Вы заключаете договоры на какие? Это у нас промышленный тариф. Вы заключаете сразу договор по 90 копеек для потреби. Договор на техничные потребы для нас. ЖЭК заключает по 68? А люди почему? Ривно 60 копеек. А откуда датчик про 90 копеек? До 100 кВт. Для населения до 100 кВт. После 100 копеек. Но они же так и будут платить за 90 копеек? Нет. Пока не перейдутся, примем договоры. Нет. Так послушайте. Все же правильно он говорит. Это же не его законы. Он же говорит. Киев Энерго, они захотят за вами заключать договор на прямой. Это же не вы первые, не вы последние. Только через ЖЭК. Он заключает это сам. Но не включайте вы электронерию, пока не заключите лично договор. То есть, если он, допустим, когда у вас будет где-то договор, например? Олег, когда там будет договор? Невероятно. Через месяц. А почему? Ну потому что процедура такая. Киев Энерго. Мы не успеем. Я говорю, так это и есть. Уже об этом пока сейчас. Да, вот сейчас у вас подарок. Какой подарок? Нет. Нет. А мы обещали. Нет. Ну какие претензии ко мне? Ну я выполн на технических словах. Ну посидите вместе и к Фоменко. Ну посидите, Верочек. Вам еще вопросов нет. Спасибо. Вот честно. Алло, Леш, спасибо. А сколько Абуховская? А чего так долго они заключают же их договор? Как можно быстро им заключить договор? Там, может, все выше. У нас вопрос только в том, что тут вещь, одно. Ну а за сколько мы сможем его быстро выключить? Олег, а что под? Ну Леха говорит, если все документы готовы, но все-таки люди не готовы. У нас вопросов нет. Ну, может, показать? Ну включайся. Там надо внук. Смотрите, мы постараемся прокурировать, с Киевом НРом берутся, может быть, за две недели постараемся сделать. Но это опять не от нас. Вы можете вообще выделить человека, я буду вместе с ним ходить. Вот мы отдали письмо, отдал письмо ЖЭК, отдал пачку документов, они вернули их назад, написали кучу замечаний, опять, опять написали. Это все нужно увидеть, чтобы понимать, что будет происходить. И когда вы заключите договор, ЖЭК когда заключит, вы тогда можете напрямую заключить, и тогда у вас будет по этому стоимость. Мы с вами, это же собственно говоря, какие-то документы, мы берем пачку документов, отходим к ЮНР. Мы за вас это приняли. Да нет, вот самое интересное, вот я сейчас сижу, давай на люк Б. Ну, есть куколы-то права собственности, она уже на квартире. Оформлена? Нет, конечно, потому что почтовый адрес. А что, нету почтового? А что, нету почтового? А что, нету почтового? Мы уже почему-то неожиданно оказались, что... Не неожиданно. Идите в администрацию. А чего вы должны идти в администрацию? Так, потому что вы к нам говорите в администрацию. Майя 16-го года. А что там? Где Майя 16-го года? А что же нет? А что? От кого? Мы просто не можем заключить договор с ЖЭКом, потому что вы не собственники квартир. Соответственно... Да. Вам кто-нибудь ничего не выставляет? Ну, договор уже просто подписывали. А как вам ждать? Подписывай, мы подпишем за неделю. Мы подпишем за неделю. Мы подпишем за неделю. Мы подпишем за неделю. У нас сейчас тарик какой для населения? За первые 100 кВт мы платим по 90 кВт. Все, что выше 100 кВт, по гривне 68 кВт для населения. Вы же так... А мы почему платим? А мы платим больше, конечно. У нас промышленные тарифы. По 3 кВт. За первые 100 кВт. А должны 90 кВт. Ну, 90 кВт за первые 100 кВт. Ну, что вы говорите? Мы не все на 90 кВт. Мы сейчас говорим о том, что вы нам предъявляете претензии, что вы будете тратить на 68 кВт в месяц, кто сейчас зайдет для ремонта квартир. Стоимость этой разницы 68 кВт. Вопрос в другом. Это будет прописано в договоре. Мы наконец-то выявили о том, что он будет действительный. Они не должны давать адреса, могут ли декоративно все говорить? А до 60 кВт? Без адреса пока. Они заключили джек. Для чего это тоже не договор? Он временный. Там же написано в нем, что он действует для чего? Для чего там? Для правосоптимы? Я сказал, что это не временный договор? Договор. А кто будет до даты какой-то? Послушайте меня еще раз, пожалуйста. На сегодняшний день договора эти нужны с джеком для тех, кто хочет зайти в дом на ремонт. Если кто не прочитывает этого объекта, не нужно идти туда заключать, что не было. Нам нужно, во-первых, понимание того, что будет оплачено. Если кто зайдет на ремонт, ему нужно дать электроэнергию, воду соответствующую компанию. Это то, что вы направили? Да, это то, что мы и поправили, и джеком начали. Ну, а вы понимаете? Я, действительно, не понимаю это электричество. Жена платит, я туда не вижу. Ну вот, просто человек разом понимает. Я понял. Так вот, вы сейчас говорите за 60 гривен в месяц. Это разница в том тарифе, о котором вы говорите. Нет, это разница в 100 киловатах. Да, а дальше идет по такому. А дальше по гривне 68. Так как и все. Это же вот 100 киловатах. Нам предлагают сразу платить. С первого киловатах. Ну, так это, так посчитай, посчитай до 100 киловатах. А куда? И 68 гривен будут уходить от КНР? Ну, если вы не что, то, 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 то. Ну, суть дела, чтобы ЖЭК заключил прямой договор уже, наконец, с КНР. А нет, вот мы выяснили, что не дожидаясь нам это самое адреса, сейчас вот лишь первое. Да. Заключаем, что мы уже с КНР, ЖЭК заключаете. То есть вы включаетесь после того, как вы укладаете при удобе. То где вам придется протекаровать? Они хотят, чтобы их дефектарь уже в это забрать, значит, браться на ВИД. Я думаю, пока вы... Какие документы у КНР? А у нас есть вопросы первого. А у нас есть вопросы первого. Это просто был формальный вопрос. Ну, вы не напарите, как вы сейчас будете собрать где-то на 100 киловатт? Сейчас будет, где-то, 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 где-то. Объясните очень. Более равно нет? Нет, это вопрос сейчас. Подождите, вопрос в другом. Первое, мы наконец-то выбили о том, что вот есть плют на протяжении одного года, либо с момента создания настоя. Это к моменту жительства. Хорошо. Но... А что нет? Все убирается вот в эти же люди. Хорошо. А кто занимался? Мы не уверены в том, что ситуация будет вот прям разительно отличаться от той, что есть в первую очередь. Когда люди годами не могут увидеть технические условия. То есть, гипотетически, мы можем с этим тарифом и без... Да что, в тех домах платят по такому тарифу? Да. Да у тех домах политически по такому тарифу платят. Что, серьезно? Да. Мы можем с этим тарифом... Да я, я уверен, что вы говорите не правы. А по какому тарифу они могут платить, если у них нет прямых договоров? А что они не заключают прямых? А потому что... Нет прямых договоров. А мне переданы акты выполненных тылов. Вы говорите, ну где вы это слышали? Это как, так само за другую двести человек. Ну, посреди... А я вообще не пойму. Здесь все такие хреновые эти дома. Знаешь, вы покупали ваши деньги? Мы принесли гидеру Гаусс. И мы просто... Вот теперь задаем вопрос. То есть, оказывается, многих вещей... Просто сразу предупредили. Да нет, я уверен, что они платят по-нормальному. Нет. Нет. Долги. Они платят каждый месяц на шестьдесят ривен больше. Среди инвесторов вторую очередь. А что они не заключают договоры? Нет ли оба? Вы понимаете... Потому что, возможно, так же сказали, что у нас все хорошо, все выполнено. Оказалось, что нет. Мне понравилось. Вопросы, возможно, мы это увидим. Если мы не увидим, вопросы не увидим. Нет. Вы послушайте. Вот мы... Смотрите. Вот я не знаю, почему технические условия выполнили. Я вам отдам. Вот такая бумажка у вас будет, когда будем отвечать на песню. Хорошо, если она у нас будет. Но мы же не такая какая-то новая. Я вам гарантирую, что первую очередь платят по гривне шестьдесят восемь, и на протяжении трех лет не может заключить прямых договоров. Почему? Потому что Киев Энерго и Киев Водоканал их управляют обратно за актами, чтобы дома не стоят у них на поваре. Поэтому вы же не нам не пишете. Я не знаю. Приинтересуйтесь. А зачем нам этим интересовать? А вы знали эту ситуацию? Нет. А мы сейчас интересуемся за наши дома. Вот мы интересуемся... Потому что в первую очередь... Серьезно. В первую очередь... В первую очередь... Серьезно. В первую очередь... Сидела барышня, но в прошлый раз инвестор возле меня, который подтверждал, который отвечал огромный, и прикал во всех, что в первую очередь ты не платишь на воду сумму, а сейчас ЖЭК выставляет в два раза больше денег. А что, не заключены? Я здесь... Не заключены прямые договоры? Я живу в честной очереди, она была с двумя. А что, не были выполнены такие спорты? Ну да, они же... Сейчас поменяли информацию. Ну, правильно. А если они были общие на все две очереди, конечно, выполнялись три очереди. А потом окажется, что на все три очереди... Ваши выполнены... Ваши выполнены... Ваши выполнены... Когда дадите? Ну, как вы вам сказали, 29 дней на рассмотрение. Уже меньше. Уже меньше. Ну, дадим мы раньше. Ну, почему? Такая секретность... Да никакая не секретность. Ну что, я буду бежать вам бумажки снимать? Ну, как я буду... Это сам... Ну, прятают люди... Оля, мы и вас просили... Неоднократно письма... Арты выполнены... Подождите... Ну, вы послушайте... Вам... Когда вы направляли нам письма... На все письма вы получали ответы? Не на все. Не всегда. Через раз. Пишите в прокуратуру... И будут... Ну, отвечать... За... Нарушение законодательства... Не вовремя даны ответы... На допросы громадян... На допросы громадян... Не, я образ знаю... Ну, вы сейчас написали... Там написали... Противов про все... Мы все вам отдадим... Мы отдадим копии что-то... Не юридически... Мы сразу и подпишем... Не прочь... Мы сразу и подпишем... Я же говорю... Кого вы? Кого вы? Отдадите нам копии... Мы сразу подпишем... И с ЖЭКом договора... И все... Да ладно... Лучше создать... Вы бы и не подписывайте... И с ЖЭКом договора... Создали... Не... Может... Создать... Вот... Собрали 10 5 человек... Совсем подкрилила... И я вам передам на полно... Зажили... Отчужение... Ну, а че... Это я... Ну, это я... Ну, а че... Это как частный... Ну, а мы... А вы там перейдете... Прямую форму... Можно... А вы там перемещаете... Прямую форму... Ещё следующий вопрос. Почему убрание составляющих тарифов в ЖЭКе будете разваливать? Ну тогда мы уже не делали ЖЭКом продолжим. Ещё есть вопрос. Передычные сроки на дня по сутриманию бубинку строят так как бубинковых территорий вызвано распоряжение Пиевской Мирской Армии. Номер 307. От этого тоже неоднократно уходили ответы. Вопрос в том, что ЖЭК вот в перечне того, как он должен часто всё это делать. Есть затвержденный регламент проведения бубинка. Это законодательство предбачено. Мы это добавили до решения вычеркнувания. Ну это уже в законе предусмотрено. Меньше чем положено робить точность. Даже больше. Ну то есть я не против самобильного. Пожалуйста. Тут вопроса вообще даже не бачу. Что там за вопрос? Сейчас ещё. Мы не просим договорных отношений с эксплуатирующей компании, которые держат его на балансе. Чтобы нам было сказано, что причём. Ну а вы понимаете, что они уже будут отличаться с теми, которые они платят на эксплуатирующей организации, между тем, которые выставляют вам. Только то, что нам. То, как ЖЭК с эксплуатирующей дискретчеризацию, нас это абсолютно не волнует. Хорошо. Нам надо понять, что она. Да ничего, она не коммерческая. Да. Что это есть коммерческая тайна и третьим особам не разрушим. Сто процентов у нас все письма сохранены. Спасибо. Спасибо. И последний вопрос, собственно. Трансформатор. И шум, собственно, от них. Нет. Вы направили письмо официальное по сумме? Нет. Вы подготовили претензию. Хотела бы сказать, что я считаю данный вопрос самым трагическим, поскольку никто не был предупреждён при покупке квартиры, что снова будет откроена трансформаторная артенция. Все мы понимаем прекрасно, что этот объект – потенциальная опасность. Это основание мы перевели в претензию. Это юридическое? Юридическое. Ну, направляющий вопрос. Согласно правилу строительства электроавтономок, встраивание подстанций вообще строго заключено. Но есть стандарты строительные, согласно которых, как исключение, они встраиваются. И хотелось бы сейчас Вам задать вопрос. Какое такое исключение послужило основанием принять решение строить трансформаторную констанцию? Ну, проектное решение. Ну, проектное решение. И чем его основание? Ну, я же не знаю про проектантов. Вы сейчас зададите вопрос этот мне, и я напишу проектной организации, которая имеет соответствующие различительные документы. Они дадут мне ответ. Я Вам потом дам ответ. Я не проектант. Мне сказали проектанты, вот так вот строить, вот так вот, вот так вот. Вот как в забор. Сказали, вот тут встал, это безопасно. Я за это заплатил деньги, разработал проект. Это тоже проект разработан. Заплаченные деньги, соответственно, организации. И я вот построил так, как это надо. Какие вопросы? Если есть какие-то претензии к нам, мы прием претензии к ним. Претензии безусловно есть. Я просто сама тоже работник ДТЭКа со специалистами советовалась и мне говорили. Анжела, нужно уходить с этого дома как можно только. Я даже с Вами, может, не спорю. Я не понимаю в этом. Я не работаю в ДТЭКе и не в КиевЭнерго. Я просто хотела бы услышать ответ от Вас. Претензии. Тут вот это уже дело серьезное. Направляйте в претензию, мы будем Вас все отвечать. Я просто хотела Вас показать известность. Сегодня мы собрали только 31 подпись. Мы просим этой претензии вообще вынести за пределы дома. Это почти невозможно. Вы же понимаете, я просто хочу озвучить здесь такой вопрос, что квадратный метр в этом доме не может стоить столько же, сколько стоит соседний дом. Потому что этот дом содержит потенциальной оплаты. Уважаемый, это сугубо Ваши субъективные доводы. Вы их вполне можете изложить в претензии. Направляйте нам претензию, мы будем отвечать Вам на Вашу претензию. Не понимаю. Я хочу Вы дать мне это скажу. Возможно, Вы считаете мои субъективные доводы какие-то субъективными. Но я хотела бы сказать, что я покупала квартиру в этом доме на втором этаже. Получается, практически на трансформаторной подстанке. Я намеревалась поселить бабушку в этой квартире. Мне партия занимает. Это моя личная проблема, но я здесь ее озвучиваю, потому что собрались представители компании Вашей. Вы все правильно говорите. Этой квартирой я теперь не могу пользоваться по назначению. Это моя субъективная проблема. Правильно? Да. Вы ее можете оспорить. Справа у нас, потом судяйте. Получается, эта проблема нас упасывала. Я Вам еще... Скажите, пожалуйста, я живу на четвертом этаже. Еще не шуб. Поднялась квартира. Там шуб от трансформатора, он беспрерывный. Как я могу находиться в квартире? Послушай, я еще раз говорю. Если я построил что-то с нарушением, мы готовы за это нести ответственность. Все построено согласно проекту. Согласно заключению... Есть вопросы? Согласно проекту или все? Есть вопрос. Будем разбираться. Будем разбираться. Будем разбираться. Вызовывать. Я... Мы даже специально... Мы обранились в соответствующие службы. Придут эти люди, замерят специальными приборами шум. Если действительно он превышает... Мы направим претензию к подрядной организации, которая там относится к ДТЭКам, как говорит там девушка. И будет она исправлять этот шум? Или будет менять трансформатор? Я не знаю, что я не буду делать. Но мы сделали... С Вас стал проект. Вот есть технические условия. ДТЭК в лице Киева Энерго своей будущей организации выдал такие условия, что нужно построить вот так вот, вот так вот, вот так вот. И встроить трансформаторную подстанцию в дом. Что я и сделал? Мне абсолютно было все равно, где ее строить. И скажу вам больше. Я даже очень по этому поводу нервничал. Потому что сухие трансформаторы стоят дороже, чем мокрые. Вот если кто-то понимает, то это даст мне соврать. Мокрые остались. Вы сейчас не реманфору. Нет. Масильная стоит дешевле, чем сухие. Не, вот ты их ставишь... Нет, нельзя, нельзя, да. Но я просто говорю. Вообще компания потратила гораздо больше средств, то, что нам сказали строить вот здесь. И еще больше. Еще компания понесла убытки, чтобы она эти помещения могла использовать как коммерческое, продать и получить дополнительную прибыль. Мы не получили. Лучше бы отдельно сделали. Я... Да я... Да я... Да я... Я вообще с вами совладен. А еще, если посмотреть еще на некоторые вещи... Вообще... Мне бы надо было вообще попробовать. Я считаю... Я считаю... Я... Если у меня аллергия на амброзию, то я не живу там, если без амброзии. Я... Я... Вот у меня про него показалось. Понимаете? Соответственно, я вам хочу сказать. Вы и правильно делаете, а взрата это у нас в претензии. Мы направим туда соответствующих специалистов. Мы заверим шум. Если действительно шум превышает какие-то децибелы, мы, конечно, будем принимать меры нашей подрядной организации. Будем выяснять, почему так. Поэтому, как можно быстрее это делайте, пока действительно вы этого не сделали ремонт. А потом будете принимать решение, где вам выгодно жить. На море, в горах или в лесу. Ну, я... Ну, это наша жизнь. Ну, понятно. Я встаю... Я... Я понимаю, что делать... Ну, гудит. Понимаете? Это моя жизнь. Жизнь моего ремонта. Было раньше поговорить. Вы сейчас говорите про жизнь. Не согласен? Возражай. Возражаешь? Предлагай. Предлагаешь делать? Скажи мне, что мне делать. Делать изначально надо предупреждать. Я... И у меня... Я еще раз говорю. У меня проект. Я делаю согласный проект. Я заплатил за это деньги. Я деньги заплатил. Почему изначально с проектом не ознакомливали конкретно с тем моментом, что будет строена трансформаторная подстанция при покупке квартир? Почему? Я думаю, что даже гейм-менеджеры, которые с вами занимались, они даже не думали, что нужно ознакомливать с этим, чтобы быть. Я же к моему менеджеру обратилась. Он даже не знал о том, что есть трансформаторная подстанция. Как фамилия менеджера, мы заставим его более тщательно изучать проект. Я не знаю фамилию. Значит, имя. Даниил. Кто? Даниил. Что? У меня все работает? Все дня я проработаю. А что мне делать? Скажу, уважаемый Даниил, чего вы не объяснили все и человеку с каждой женщиной. Скажите, вы не понимали, но это подстанция? Да, конечно. Я не заставил его построить, я тоже понимаю. ДТЭК заставил по основе. А кто вам это для ответа, и никто не скажет. Это от вас. Я лично вам скажу следующее. Обратитесь к претензии, мне даже самому очень хочется замерить там шумы. И шумы, и электромагнитные излучения. И шумы, и электромагнитные излучения. И шумы, и электромагнитные излучения. Да, я даже... Мы даже послушайте. А, ну, хорошо. Давайте будем ждать, пока поставим подстанцию. Нет, не будем ждать. Я спрашиваю. Будет ли показания? Ну, вы знаете, что трансоматоре можно поставить Вы извините, мы говорим, что он сейчас не под нагрузкой. А я уже слышу. А я уже слышу. А еще третье... Что мне делать? Я еще раз говорю. Предлагаю. Смотрите, от вас мы просим. Я же вас сейчас не отменяю. Дать сигнал тогда, чтобы проверить... Я же говорю, дайте, буду проверять, конечно. Мы написали официально. Для своих даже, пока подрядчик далеко не убежал еще рядом. Вот он же сдает это, передает. Дайте мне сигнал. Я буду с ним работать и заниматься. Мы же все в этом заинтересованы. И даже давайте пригласим ваших представителей в шубы замирять. Тут будете присутствовать. Да. А третий дом тоже будет включать? Да, да. Подстанция? Да. Да. Да, что была подстанция, ее снесли. Такое проектное решение. У меня такое проектное решение. А какая проектная организация? Применяла такой проект? Ну, давайте еще проектного сюда звать. А то я... Давай, да. Уже все есть. И семейщики, и юристы. Еще проектного сюда звать надо. Хочешь посмотреть? А ну, позвони. Узнай, как я. А пускай идут туда. А то тракет не заканчивается. Валера, пойдемте. Понимаете? Да вас это не было, как руки разводить. А для нас это беда. Что мне делать? Принять какие-то участия в решении... Я же говорю, пишите, будем принимать. Мы уже написали. Мы уже написали. Вон, извое селярия. Где канцелярия? Вот за углом. Даже в окно можно постучать. Не надо, испугается. Какие крики еще ступо, что... Смотрите, я просто сама прекрасно понимаю, что это ляжет, и так мертвым грузом ничего не изменится. Но просто хотелось бы, чтобы какое-то отдельное участие... Я вам говорю, что в ближайшие две недели у вас пригласят... Возьмите телефон сюда. Пригласили на замеры шума. Какого излучения? Какого излучения? Или электромагнитное. Кто излучает электромагнитное? Да здрасьте! 50 герц. Ни из какого магнитного значения там нет. Да я вам говорю, нету там электромагнитного. Шум, шум, думаю... Вибрация электромагнитного значения. Давайте, будем смотреть, что там какие-то магнитизаторы ставят. Настояние одного нету. 35 и 38. Вы его проектанты сделали так. Надо? Я по-моему не понимаю. Надо? А розетки ставят яку. И показывают мне проектанты, что вот это. Мне приходится, извините, переделывать. Но за свои деньги. Не заложен кабель? Да нет. Он чистый. Записал? Что еще? Последний вопрос у нас. А по поводу инвентаря надо замылаивать. Заказали мне. А по срокам у вас, на той спецификации? Тот, по тому плану, который нам это делали. А по срокам? Подскажите, в течение месяца. Что же? Не знаю. Вообще, календарный. Ну, не календарный, но рабочий. А можно еще пару вопросов? Первый вопрос. Джеку. Получил ли он всю документацию, допустим, от застройщика? Да, это будет. Это будет. Вот список. Да. И такой еще вопрос. Опять-таки. Получилось посмотреть немножко документацию. У меня уже есть расхождение между тем, что, допустим, документации есть по моей квартире, допустим, и по факту. А в чем? Ну, допустим, по проводке, условно говоря. Допустим, по электрике и по водопроводу. То есть точки показаны одни, а по факту другие. То есть застройщик вопрос. Почему не внесены вот эти правки, допустим, в проект? Потому что, допустим, то, что видимое, а это же невидимое, то, что, например, могут с тем столкнуться. А эти точки принципиальные для вас? Для меня не принципиально, но вы понимаете самотенденцию. Здесь, где-то, где-то. Нет, какая-то ерунда. Не-не, смотри, послушайте. Во-первых, у нас до щитка электроразводка идет. Ну, до щитка, до щетчика, да? Это в третьей очереди, до щетчика. У этих двух еще мы и делаем. А в этих еще делаем. Давайте разберемся. Подождите, давайте я сразу отвечу, и будет так вот, как я сейчас скажу. Разводку делали в этих домах? Если у вас разводка сделана не по проекту, и вам это принципиально, а не действительно, мы изменим все по проекту. У меня принципиально именно то, чтобы я, допустим, получил документацию, которая была в соответствии с тем, как у меня сделано по квартире. А разве мы не даем исполнительную документацию на каждую квартиру по проекту? Мы не даем. Мы даем. Уже. 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 Это первый вопрос. Второй вопрос. Относительно спецификации на квартиру. Допустим, с чем она передается? Ну, вы же подписывали, когда договор продали? Мы же это обсуждали, что мы подписывали просто, допустим, квартиру. А перечень, что там входит в эту квартиру? Нет, почему нет? Техническая характеристика. Нет, не было. У меня есть перспекция в этот договор. Там нет. Хорошо, подождите. Ну, а что входит в квартиру? Ну, в ваших квартирах туда входит? Проводка будет, да? Что там? Окна, батареи. Ну, по идее, проект это должно быть. Вот именно спецификация должна присутствовать. Нет, понимаете. Как можно делать проект? Ну, слушайте. В проекте, в проекте учитывается все. В проекте. Да. Все, что должно быть. Но застройщик компании при продаже квартир выделяются характеристики. Что там может быть? Потому что в проекте заложена и штукатурка, обязательно. И полы заложены. Тоже обязательно, потому что это проект. А уже каждый из застройщиков со своими инвесторами оговаривает, говорит, что будет и чего не будет. Поэтому, почему я имею технические характеристики? Я не знаю, почему у вас ее нет. Я просто не знаю. А там указывается, что в квартире должна быть, допустим, там окна такие-то, металлопластиковые. Двухамерные. Да. Двухамерные. Никакие. Счетчики. Такие-такие-такие. Запорная арматура может быть, может не быть. Краны могут быть, могут не быть. Такие-такие. Вы немножко не путайте проект с технической характеристикой. Потому что это будет слишком много. Я хочу понимать понимание, когда начинаешь выводить, где, что находится. А если извините, то, что видишь, что и делаешь, то есть, ну, тоже не согласен с вами. Особенно проводка, надо понимать, чья она, чья она. Да. Поэтому дальше его уделаем. Подождите. Потому что зашли, оборвали. Нет, нет. Там уже сделаны для розетки. Ну, я честно. Не там сделаны кучки работы. Еще раз. Ну, эти самые. И отверстия. И отверстия, да. И кабель проложен возле балкона. Ну, смотрите. Пока все есть. Мы же там встречаемся. Есть электрики. Вам ставили счетчик уже электрический? А я с удовольствием. Вот когда запишите, когда вам будут ставить электрический счетчик, вы же им покажите, ребята, что это такое. И запишите взошек, который там есть. Я написал. И запишите. Он мне показывает документацию и говорит, вот в проекте кухня не здесь вот где-то, а вот здесь. Вот здесь мы поставили. Я говорю, что? Так не бывает. Значит, какая-то ерунда. Ну, как? Проект вот здесь, а получилось вот здесь. А я о чем? Кто ериск как ервало? А я думал, что кухня с другой стороны. Сама кухня. Ну, вот у меня так же само... Да. В студии, да. Ну, давай, мне нужно с детьми на салонку. Ну, как? Не может такого быть, что в проекте была кухня здесь, а ее поставили вот тут. Там же вентканалы предусматриваются. А давайте запустим автокадовский файл сейчас на флешке проект и реально построим. Ну, а в студии у меня так же само. Справа у меня кухня, а проводка выведена до балкона. Вот у меня проект есть сейчас на флешке. Смотри, дай мне... Что могу на это сам? Вот пришли к вам электрики ставить этот счетчик. Запишите в этот ЗОШ, который там есть на замке. Скейтин, переделай мне, что ты страдаешь фигнями. А он мне показал документацию. Вот возьмите, позвоните. Есть же мой телефон или его? Позвони. А я приеду, я ему покажу, блин, документацию мать твою. Причем по моей квартире. Давай прям вот развеемся раз и на все. Давай я не найму больше никто. Кто там у нас подрядчик? Все.